Баку и США, и других стран СНГ. Во второй день фестиваля его чуть не пришлось закрыть, однако организаторы сделали все, чтобы праздник состоялся, правда, уже без зрителей в зале. Кульминацией, как и ожидалось, стал финал фестиваля. Пятый день выдался самым насыщенным и поистине жадким. В этот вечер на сцене выступали многие артисты поколения Z, в том числе скандальные блогеры-певцы Валя Карнавал, Даня Милохин и другие, а также уже всеми любимые Хамалии Наваи, Джонни и признанные мэтры Григорий Лепс, Игорь Николаев, Леонид Агутин и другие. Ты ходишь одна, а в небе луна. Прямо сзади ходит на трещится прибой. Пора быть домой, но перед Москвой сегодня твой. Москва оказала бакинскому фестивалю жара горячий прием. Это отметили практически все селебрити, закрывающие пятый юбилейный фестиваль. Не без нотки грусти звезды констатировали, что выступать при пустом зале для них непривычно и даже немного обидно, но правило есть правило. На красную дорожку попрощаться с фестивалем, чтобы в следующем году точно сбежать в Баку вышли. Ксения Собчак, Даня Милохин, Йолка, Рита Дакота, дуэт Идрис и Леус, певица Полина, Эльман Зейналов и другие. Представитель старшего поколения артистов российского шоу-бизнеса Игорь Николаев, который несколько дней назад провел на Урам на сцене свой творческий вечер, вышел на дорожку с женой Юлией Проскуряковой, которая назвала своего мужа гением. Гений, гений, уникальная способность быть гением. А вот группа Хамалии Наваин, которая весной объявила о своем распаде, кажется, снова вместе. По крайней мере, ребята назвали себя группой года, не забыв при этом похвалить друзей, которые в этот же момент оказались на дорожке – группу Артикасти. На сцене парни зажигали, на ней исполнили свой мега-хит «Девочка. Война», а также самый лирический трек этого лета «Птичка». Певица Рита Дакота о своем выступлении на «Жаре» узнала буквально за 24 часа до его закрытия и с радостью приехала по просьбе Эмина. Азербайджанская певица Туркен Салманова, покоряющая российский шоу-бизнес, мечтала в этом году приехать в столицу страны огней и город своего детства, чтобы выступить. Но она перезагадала это же желание на следующий год. Конечно, нельзя сказать, что не та, но не в плохом смысле. То есть Москва – это Москва, а Баку – это Баку. Конечно, бакинский вайп нигде не повторить. Ну, собственно, как и московский. Вы хотели, я знаю, поехать в Баку в этом году и не получилось. Вот на следующий год вы загадаете желание, чтобы все-таки поехать в Баку? Да, обязательно загадаю. Надеюсь, оно исполнится. Еще один известный исполнитель Эльман Зейналов передал горячий привет семье и поклонникам в Баку и пожелал скорейшего воссоединения на концертах. Передаю привет всем азербайджанским поклонникам, бакинским, сумгаицким, абсолютно всем и каждому. И мы очень скучаем и хотим на концерт наши родные места. Российско-американская певица Полина оказалась на фестивале впервые. Предыдущие годы она провела в США и не могла вырваться в Баку из-за работы. Однако в этот раз специально приехала в Москву, чтобы почувствовать бакинское настроение. Конечно, очень рада быть здесь. Предыдущие годы я была в Америке, поэтому не могла быть в Баку. Но приятно, что жара приехала в Москву в этом году, особенно в такой год. Мне кажется, всем нам очень важно оказаться среди артистов и среди своих peers. И такой супер жаркий день в Москве, в Баку, в Москве, так что... Несмотря на смену географического положения фестиваля, в этом году атмосфера на нем царила жарко. Сложилась и погода, и настроение, и творческий посыл, который гласил, все, что не делается, все к лучшему. Также многие селебрити загадали, чтобы в следующем году повеселиться с таким же настроением, но уже в Баку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok